Это путешествие с теми, кто научился выживать. По запретным мирам, проверенным бременем. И землям с иными культурами. Мы прикоснемся к духу, закаленному опытом. И встретимся лицом к лицу с великими мастерами в цикле программ «Смертельные искусства». Смертельные искусства. Мойтай. Бангкок. Столица Таиланда. Город контрастов, в котором прошлое и будущее бьются за место под солнцем. И волны древней традиции бьются о суматоху современной жизни. Специалист по боевым искусствам с 25-летним стажем Жозет Нормандо приехала в Бангкок, чтобы проникнуть в мир муай-тай, или тайского бокса. Муай-тай – это сочетание физической силы, скорости и выносливости. Бесстрашные бойцы стараются сразить своих противников при помощи ног, кулаков, локтей и коленей. Здесь, в Бангкоке, меня больше всего беспокоит, смогу ли я выдержать интенсивный ритм тренировок. Ведь я буду заниматься с профессиональными боксерами. Муай-тай имеет очень глубокие корни. Возможно, ему больше двух тысяч лет. Чтобы понять его, Жозет должна погрузиться в тайскую историю и культуру. Поднося дары Браминской святыни, я следую давней бойцовской традиции искать у духов защиты от серьезных увечий. Но прежде чем я проникну в суть муай-тай, мне необходимо заручиться поддержкой его мастеров. Чтобы завоевать их доверие, я должна доказать, что готова к суровым тренировкам и боли. Жозет просит Боба Карвера подготовить ее физически и морально к грядущим испытаниям. Вот здесь необходимо полностью расслабиться. По классической форме плечи нужно опустить вниз. Глава Канадской ассоциации тайского бокса Карвер будет пропуском Жозет в закрытый мир ажарнов, так называемых мастеров муай-тай. Боевой дух Жозет произвел на него впечатление, и он согласился представить ее своему учителю ажарну-чаю. Ей очень нужен такой союзник в мужском мире муай-тай. Ажарн-чай уехал из Бангкока в возрасте 20 лет, чтобы открыть первую школу в США. В 68-м году он основал ассоциацию тайского бокса США, и слава о нем постепенно начала распространяться. Ажарн-чай ведет занятия по всему миру. Как-то он сказал мне, я остановлюсь, только когда упадет мой самолет. Я готовлюсь к встрече с ажарным чаем. Он сейчас в Таиланде, и мы не виделись уже пару месяцев, так что это будет интересная встреча. На самом деле он, наверное, будет моим первым учителем, моим первым мастером муай-тай. Я целый год бегала за ажарным чаем, прежде чем он согласился встретиться в Бангкоке. Ажарн-чай уже много лет живет в США, и хорошо знаком с обеими культурами, поэтому он, как никто, сможет познакомить меня с тайскими традициями и ввести в мир муай-тай. У него нет собственной школы в Таиланде, поэтому для занятий он выбрал парк неподалеку от дома, где вырос. Колено. Колено вверх. Колено должно выдаваться вперед. Да, колено всегда направлено вперед. А тело нужно всегда держать прямо. Сейчас я нанесу удар. Сейчас я нанесу удар в голову. Внимание. Вот так. Теперь вот такая стойка. Мышцы работают. Так, это не айкидо. Просто стойте на месте. Ажарн-чай дразнит меня. Из-за долгих лет занятий айкидой я автоматически принимаю не ту стойку. Теперь коленом. Но не забывайте, спину нужно держать прямо, не напрягаясь. Окей? Начали. Вот так, хорошо. После уроков о жарно-чае все мои мысли о тайском боксе. Даже печальное зрелище слонов, которые попрошайничают на улицах, не может отвлечь меня от мыслей о яркой истории муай-тай и о воинах, сражавшихся на слонах. Не существует достоверных исторических записей, повествующих об истории муай-тай. До нас дошли только устные предания и легенды. Представления, подобные этому, помогают понять, как люди во всей стране отмечают и празднуют свою историю. Искусство муай-тай родилось на полях сражений, в которых помимо обычного оружия использовались кулаки, колени, ноги и головы. В мирное время короли и простые солдаты практиковали муай-тай, чтобы быть готовыми отразить агрессию. Герои муай-тай становились легендами, и рассказы об их подвигах сохранились в веках. Нынешнее поколение юных боксеров равняется на славу древних чемпионов муай-тай. Но сегодняшние герои сражаются на ринге, а не на поле брани. На другом конце Бангкока Ажар Ньчай работает над моей боксерской стойкой. Подбородок на грудь, кулаки на уровне лица. Я не должна смотреть сопернику в глаза, как в карате. Вместо этого мой взгляд должен упираться ему в ключицу. Ну, хорошо. И? Начали. Нет, так не пойдет. Попробуем еще раз. Сначала положение головы. Хорошо. Считайте до 30. Да, вот так. Обязательно считайте до 30. Раз. Один, два, три, четыре. Хорошо. Хорошо. Давай. Давай, давай. Хорошо. Боб Карвер говорит, что молниеносная скорость Ажар Ньчая была сравнима со скоростью легендарного Брюса Ли. Ажар Ньчай часто повторяет слова своего отца. Будь мягок, как шелк, и тверд, как алмаз. Урок номер один. Будь спокоен и никогда не злись. Но если драки не избежать, дерись до конца. Муай-тай часто называют самым суровым боевым искусством. Жозет выбрала нелегкий путь к сердцу муай-тай. Она хочет идти по стопам профессиональных боксеров, этих современных воинов Таиланда. Но Ажар Ньчай приготовил ей небольшой сюрприз. Он ведет ее в один из традиционных банковских лагерей, которые появились в этой стране еще в 17-м столетии. Именно в таком лагере он начинал свою карьеру. Ажар Ньчай вызывает меня на ринг. Я правда могу зайти? Жозет начала тренировки с ажарным чаем. Знаменитым мастером муай-тай. Он дал ей несколько частных уроков, и теперь он хочет проверить ее на ринге. Обычно в Таиланде женщинам запрещено выходить на ринг. Даже сейчас ринг будет подвергнут очищению, чтобы избавиться от проклятия. Другая стойка. Делайте, как я говорю. Помните, что я говорил вам, в какую нужно стать стойку? Да, вот так вот. Не забывайте, что здесь дети, они смотрят на вас. Я не хочу, чтобы они над вами смеялись. Хорошо? Необходимо расслабиться после каждого удара в исходное положение. Голову держим прямо. Окей. Удар. Еще удар. Вот так. Теперь бейте. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Да. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Отлично. Знаете, что они вам сказали? Что у вас удивительный удар левой ногой. Да, удар левой. Не устали? По вам трудно сказать, устали вы или нет. Он прав. Я очень устала. Но когда тебе говорят, что у тебя есть способности, это придает силы. Затем Ажар-Чай сообщает грустную новость. Он говорит, что утром он уезжает. Как же так? Я смотрю на этих детей, как много они тренируются, и меня осеняет. Может быть, мне следует начать отсюда? Сегодня в одном из кварталов Бангкока детские бои. Сестра Ажар-Начай и ее муж отправляются с нами. Мой тренер Боб Карвер на подобные бои не ходит принципиально. Ему не нравится, когда дети проводят бои без защитных шлемов. У меня смешанные чувства, но я решаюсь ехать. Сегодня здесь выступает один из мальчиков, с которым я познакомилась в лагере. Ему всего 12 лет, но он уже провел более 30 боев за деньги. Менеджеры часто посещают подобные соревнования в поисках юных дарований, из которых потом вырастают будущие чемпионы. В муай-тай собственные ритуалы. Выходя на ринг, боксеры обязательно одевают два амулета. Повязка на голову – манг-кон. И ленту на бицепс – прожиет. Эти предметы являются неотъемлемой частью ритуального танца рам-муай. Перед каждым поединком боксеры исполняют это посвящение своему учителю и королю. Группа из четырех музыкантов во главе с похожим на гобой скрипучим инструментом пичаваа играет громкую музыку на протяжении всего боя. Я сама обучала малышей карате, и я двумя руками за обучение боевым искусствам в раннем возрасте. Но эти мальчики дерутся за деньги и почти без защиты. Они в перчатках, но без шлемов. Им по 8, 9, 10, 11 лет. У меня смешанные чувства по поводу этих детских соревнований. Я не хочу никого судить, но мне важно узнать, как искусство муай-тай стало таким коммерческим. Может быть, мне поможет знание истории? Боб Карвер и я слышали о мастере, который олицетворяет собой традиции муай-тай. Хрулек, один из мастеров, посвятивших себя сохранению традиции муай-тай. Его дом, в котором он преподает муай-тай, называется Барн-Чай-тай, что означает «Дом тайского творчества». Это центр традиционных искусств и ремесел. Хрулек, потомок династии ремесленников. Как и его предки, он зарабатывает на жизнь, создавая шедевры – коллекционные тайские куклы стоимостью в тысячи долларов. Как говорит сам Хрулек, «Тщательность – мое второе имя». Это относится и к его творчеству, и к боевому искусству. Первое, что бросается в глаза, когда мы с Бобом приходим на занятия, это грациозность Хрулека. Хрулек недоволен тем, что современный тайский бокс озабочен только победами на ринге. Традиционный стиль, который проповедует он, уделяет большое внимание духовным аспектам. Если вы новичок, то каждая банка, это базовое понятие для вас – открытие. Нужна правильная стойка, необходимо поставить правильное положение рук. Хрулек считает муайтай таким же искусством, как и живопись, и уверен, что к обеим дисциплинам требуется одинаковый подход. Урок номер два. Самое главное – это концентрация. Конечный результат зависит от вашей внимательности к деталям. Происхождение термина «муай» неясно. Хрулек говорит, что в прошлом тайские мужчины смазывали свои волосы маслом и связывали их узлом на затылке. Сегодня слово «муай» называют именно этот узел волос на затылке. Каким-то образом этот термин прикрепился к боевому искусству, где, по словам Хрулека, обрел значение «тугой», «твердый». Школа Хрулека просто восхитительна. А он удивительно многогранный человек. За его огромной физической силой скрывается мягкая натура талантливого художника. Это должно быть сильно. Ударьте меня. Нанесите удар. Еще разок. Еще. Бум. Перед моим отъездом Хрулек устраивает традиционное тайское кукольное представление, в котором разыгрываются сцены из знаменитого тайского эпоса «Рамакян». Для тайцев он имеет такое же значение, как Илиада Гомера для западного человека. В течение столетий Бирма и Таиланд вели нескончаемые войны. Солдаты, офицеры и даже монахи изучали искусство воевать с оружием и голыми руками. Это был золотой век краби-крабонга, искусство владения мечом и палкой. Непременной участницей любых сражений была слоновая кавалерия. Кавалерию оберегала тяжело вооруженная пехота под прикрытием мощных щитов. Специально обученные солдаты, вооруженные мечами, прикрывали ноги боевых слонов. Одним из самых знаменитых тайских героев был король Наресуан. В 1592 году король Наресуан в поединке на слонах убил берманского наследного принца. Его стиль владения мечом, получивший название краби-крабонг, почитается как национальное искусство. По сей день король Наресуан считается спасителем отечества. Я очарована исторической связью краби-крабонга и муай-тай. Я спросила Хрулека, кто лучший современный мастер краби-крабонга. Он, не задумываясь, ответил, ажарн маноте. Ван-Яй-Чай-Монгхом. Этот храм возведен в память о великой победе короля Наресуана. Мастер королевского стиля краби-крабонг, ажарн маноте надеется передать свое искусство новому поколению мастеров. Патрон ажарна маноте, другой известный мастер ажарн чарчай, был против приезда Жазет в бангкокскую школу. Вместо этого он согласился навстречу в древней столице Таиланда, в 89 километрах от Бангкока. В течение более четырех столетий, с середины 14-го по середину 18-го века, Аютая, что в переводе означает «непобедимый», был международным торговым центром, знаменитым своими храмами и дворцами. Тайцы любят говорить о святой ярости, с которой их предки защищали Аютаю. Ажарн чарчай, рада вас видеть. Я хочу получше понять связь крабик-рабонга и муай-тай, но я должна убедить ажарна маноте в своем искреннем желании познать искусство короля Нарисуана. Это большая честь для меня, быть здесь с этими двумя мастерами. Ажарн чарчай объясняет, что Ват Фра Шри Сан Фет – это главный храм комплекса королевского дворца. Три знаменитые чеди были построены здесь в 15 веке. В них хранятся останки трех королей. Для меня это как путешествие во времени. Наблюдать этих буддийских монахов в ярких балахонах, поднимающихся по ступеням этой святыни. Ажарн чарчай предлагает провести импровизированную тренировку. Ажарн маноте против или просто стесняется? Трудно сказать. 45 градусов. Работа с двумя мячами требует невероятной координации. Мне необходимо сконцентрироваться. Во время тренировки Ажарн маноте немного оживает. До последнего момента мне казалось, что между нами огромная пропасть. Но вот на мгновение, мне кажется, возник контакт. Я уезжаю из Аютаи, слегка соприкоснувшись с крабик-рабонг, и с надеждой, что меня примут в школу. Ажарн чарчай очень вежлив и дипломатичен. Но мастер маноте снова выглядит замкнутым и неприступным. Это Азия. Как и весь Восток, дело тонкое. Мне не хватило духу открыто попросить Ажарна Маноте заняться моим обучением. А Ажарн чарчай дипломатично переводит разговор на другие темы. Момент не очень подходящий, но я дождусь подходящего. Я не отступлюсь и не сдамся. Жазет сидит в Бангкоке, дожидаясь разрешения тренироваться у необщительного мастера Ажарна Маноте. Прошло уже несколько дней с тех пор, как она поговорила об этом с Ажарным чарчаем. В ответ тишина. Но 20 лет изнурительных тренировок научили Жазет добиваться поставленной цели. Нет, для нее не ответ. Она уверена, что без занятий Краби-Крабонг с мастером Маноте ее понимание тайских боевых искусств будет неполноценным. Наконец, я отправляюсь на тренировку с Ажарным Маноте. Мне позвонили и пригласили прийти в школу. Я не знаю, что вдруг изменилось, и, возможно, никогда не узнаю, но вот я здесь. Я очень удивлена теплоте, с которой меня принимают. Ажарн Маноте, похоже, искренне рад меня видеть, а Ажарн Чарчай лично представляет меня классу. Потом мы переходим к делу. Урок номер три. Принимайте чужую культуру, такое, какая она есть. Это заслужит вам хорошую службу. В эпоху расцвета Айутайи тайские женщины сражались наравне с мужчинами. Хотя в прошлом местные женщины тренировались и сражались с оружием, сегодня на ринге можно увидеть только западных женщин, таких как Жозет. Это невероятно сложно. Во-первых, необходима физическая сила, а во-вторых, безошибочная координация. Для этого здесь эти белые линии. Сначала вы наносите удар по коленям, затем рубите шею, потом туловище, или вы возвращаетесь и наносите удар снизу, вот так. С мячом в руках Ажар на Моноте преображается. От застенчивости не остается и следа. Поднимите руки и вознесите благодарность, говорит Ажар на Моноте в начале молитвы. Этот ритуал эквивалент церемонии, которая проводится перед каждым боем в тайском боксе. Ажар на Моноте неожиданно проявляет великодушие и официально принимает Жозет в качестве ученика школы короля Наресуана. Жозет едва может поверить своему счастью. После всех телефонных звонков, всех отказов, я меньше всего ожидала, что сама смогу пройти этот древний обряд посвящения. Я была рада просто тренироваться. Это выше всех моих ожиданий. Увлеченная церемонией, Жозет не обращает внимания на неожиданный порыв ветра. Но он привлекает внимание Ажар на Моноте и Ажар на Чарчая. Они уверены, что это добрый знак от духа короля Наресуана. Позже они оба скажут мне, что ветер означает, что мое присутствие здесь знаменует новую славную эру краби-крабонга. Здесь разница в нашем восприятии особенно бросается в глаза. То, что для одних просто порыв ветра, для других – знак высших сил. Урок номер четыре. Чтобы понять чужую культуру, нужно отрешиться от предрассудков к собственной. Наконец, упорные тренировки приводят Жозет в Ватфо. Один из самых посещаемых храмов Таиланда, в котором находится знаменитый лежащий Будда. Но она здесь не для того, чтобы осматривать достопримечательности. Ватфо – это не менее знаменитая школа традиционного тайского массажа. Массаж – это неотъемлемая часть тайской культуры. Салоны традиционного тайского массажа в Бангкоке на каждом углу. Девушки хихикуют, потому что мои ноги совершенно разбиты годами изнурительных тренировок. Принимая во внимание то, что мне еще предстоит, хороший массаж сейчас очень кстати. Мне необходимо усилить тренировки и как следует поработать над выносливостью, потому что я собираюсь начать тренировки с профессиональными боксерами. Физически это будут самые трудные тренировки за время моего путешествия, а возможно и за всю мою жизнь. Я буду тренироваться с молодыми людьми, которым я гожусь в матери, но обратного пути нет. Жазет приехала в «Фертекс», профессиональный центр подготовки, которым руководит живая легенда муай-тай – Апидей Сидхирун. Сильнейшие боксеры школы живут тут постоянно, многие вместе с семьями. Чтобы осуществить свои мечты на ринге, они тренируются шесть дней в неделю. Для боксеров и их учителей муай-тай – это образ жизни. Цель центра – проста – дело чемпионов. Главный тренер «Фертекса» Ажарн Апидей – тайский Мохаммед Али. Я могла бы нанять его в качестве тренера, но я надеюсь, он сочтет меня достойной ученицей и сам захочет меня тренировать. Ажарн Апидей – возможно, самый титулованный тайский боксер современности. Он победил в более чем 95% из своих 300 с лишним боев. Его сокрушающие удары ногами отправили в нокаут бесчисленное множество противников. Его легендарная карьера длилась 25 лет. В 20-е годы прошлого века земляные ринги уступили место современным аренам. В 1956 году в Бангкоке открылся стадион «Лумпини», который стал главной ареной профессионального тайского бокса. Еженедельно по всей стране проходят сотни боев, которые транслируются по телевидению практически каждый день. Это огромный бизнес. Я тренируюсь с будущими чемпионами. И я хочу, чтобы меня принимали всерьез. За исключением современных перчаток и защитных шлемов, бойцы тренируются так же, как и столетия назад. Каждая тренировка состоит из шестиминутных раундов. Раунд за раундом они должны полностью выкладываться. Такие циклы силовых ударов периодически повторяются в течение всего дня, улучшая силу и выносливость боксеров. Постепенно я начинаю здесь осваиваться и понимать, как тут все работает. Иностранцам легко попасть в фертекс. Плати деньги и занимайся. Но чтобы завоевать уважение Ажарна Апидея и других боксеров, денег недостаточно. Каждое утро «Жазет» начинается в 6.00 с 20-километровой пробежки. На несколько дней высокая температура выбила ее из тренировочного ритма, а безвоженный организм отказывается функционировать. По пять часов в день мы изо всех сил молотим руками и ногами по мешкам, грушам и друг по другу. Такого количества синяков у меня еще никогда не было. Пусть мне не хватает здоровья, но я стараюсь этого не показывать. Я не хочу, чтобы Ажарн Апидея и эти боксеры сочли меня слабой. Пусть я лучше умру. Мне доводилось слышать рассказы о том, как тайские солдаты давали взятки офицерам, чтобы попасть на передовую. Наверное, частичка этой отваги передалась и мне. Ажарн Апидей молча присматривался к самоотверженной работе Жазет. И вот легенда тайского бокса начинает проявлять интерес. Жазет, идите сюда. Залезая на ринг, я вдруг поняла, что перелезают через верхний канат, чего женщина делать не должна. Неужели я уже допустила ошибку? В профессиональном центре подготовки «Фертекс» Жазет тренировалась до полного изнеможения. Несмотря на болезнь и температуру под 40, она не сдавалась. Она надеялась, что бывший чемпион Ажарн Апидей обратит на нее внимание. И когда силы ее были уже на исходе, он ее заметил. Хорошо. Так, удар ногой. Великолепно. Свершилось. Я на ринге с Ажарн Апидеем. Кульминация моих тренировок в Таиланде. От него не ускользнет ни одна мелочь. Но он меня поддерживает. Очень хорошо. Еще раз. Отлично. Очень хорошо, Жазет. Так. Меня начинают покидать силы. Пять часов, которые я уже отработала, сегодня дают о себе знать. Но знаменитый чемпион продолжает со мной работать. Снова. Удар ногой. Хорошо. Раз. Урок номер пять. Великий учитель поможет тебе взлететь на высоты, о которых ты и не мечтаешь. Когда-то был такой чемпион Ажарн Апидей. Ажарн Апидей. Всегда чемпион. Я довольно взволнована. Ведь я нахожусь на знаменитом стадионе Лумпини в компании самого Ажарна Апидея. Назад. Удар локтем. Меня предупреждали. На ринг заходить нельзя. В этом здании – светилище современного тайского бокса. Ринг – это алтарь. Женщинам до сих пор запрещено на него выходить. Даже не стоит дотрагиваться до канатов. Перед каждым боем обязательно массаж. Запах камфора еще витает в воздухе. Все это напоминает мне о годах моих соревнований по карате. Раньше мне не доводилось наблюдать, как боксеры обматывают руки, прежде чем надеть обязательные на современных соревнованиях перчатки. Я вспоминаю, как Хрулек рассказывал мне, что в прошлом обмотку часто окунали в клей и затем посыпали толченым стеклом и крошенным камнем. Высушенные на солнце они становились опасным оружием, наносившим соперникам серьезные повреждения. Пока мы направляемся к нашим местам, я чувствую, как растет возбуждение. Во время ритуала «Рэм Муай» мне говорят, что заядлые игроки верят, что могут предсказать победу по тому, как боксер исполняет ритуал. На столиках напротив меня начинают принимать ставки на победителя. Со звуком гонга я начинаю довольно сильно волноваться, потому что один из боксеров на ринге – мой знакомый по центру фертекс. Мой друг в красных шортах. Он и его соперник, похоже, примерно равны по силам. Нам всем показалось, что поединок нужно было остановить. Но у судьи свое мнение по этому вопросу. Они продолжают обмениваться ударами. Он наносит ему удар в висок. Выносливость этих ребят поистине невероятна. Я не знаю, что они делают, как они это делают, но их ничто не берет. Я не знаю. Может, дело в том, что их кожа адаптируется к ударам, их кости, ноги. Понимаете, выработать устойчивость к таким ударам один за одним, и грудная клетка – это просто невероятно. Итак, один соперник повержен. Теперь внимание на второго ученика Апидея. Он в розовых шортах. Мне сказали, что из-за положения в таблице на этот бой поставлены огромные суммы денег. По ходу поединка я замечаю, что Ажарн Апидея недоволен. Он говорит, что этот боксер очень перспективен, но часто ленится. Но на этот раз он оказался на высоте. Когда боксеры подходят и встают на колени перед своим учителем, я думаю о том, что многое из легендарного прошлого муай-тай живо и сегодня. Массаж, церемония рэ-муай, уважение к королю – эти традиции поддерживают дух древних воинов. Любое боевое искусство неотделимо от истории и культуры своей страны. Сегодня, когда муай-тай становится коммерческим искусством, важно сохранить его богатое историческое наследие. Боб Карвер. Ажарн Чай. Хрулек. Ажарн Маноте и Ажарн Апидей. Эти мастера помогают ученикам найти путь, по которому они будут идти всю жизнь. Но самое главное, они продолжают многовековую традицию боевых искусств Таиланда. И они были мне хорошими учителями. Из всех боевых искусств, с которыми мне приходилось сталкиваться, муай-тай – самое суровое. Оно требует отдачи всех сил, без остатка, до последней капли. Неожиданный порыв ветра убедил мастеров Краби-Крабонга, что мое присутствие может вдохнуть жизнь в их умирающее искусство. Они были столь искренни, что почти убедили меня саму. Моя цель в изучении боевых искусств – пробиться сквозь рутину жизни и прикоснуться к дару великих мастеров – искусству быть непобедимой.